Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Павел, мы продолжаем прохождение игры в шорох. Продолжаем наше неторопливое, мягко говоря, книжное практически повествование. Исследование старинного особняка Блэкхудов. За окном у нас, как вы помните из предыдущей серии, за окном у нас просто непогода. Во-первых, ливень, во-вторых, гроза, мягко говоря, не очень погода. Да, напоминаю, у нас в доме нету, во-первых, нету электричества, во-вторых, нету воды, в-третьих, нету еды. Электрик к нам сегодня не придет, Джерри к нам не приедет. И я бы сказал, что для воскресного утра, кстати, у нас сколько? Девять часов утра. Это довольно-таки печально. Кстати. Ладно. Видимо, больше мы Джерри пока позвонить не можем. Повода нету. Ну да ладно. Так. Ладно. И что же нам дальше делать? Итак. Во-первых, я предлагаю, давайте-ка сходим на второй этаж, для начала. Так, друг, уважаемый, ты не хочешь поработать? Может, ты захотел все-таки? Как бы ты сюда приехал книгу писать для начала. А не черти чем заниматься. Так. Холодный. Ну ладно. Да, извиняюсь за свой дикий кашель. Так вот. Давайте сходим. Во-первых, сюда. Здесь, как вы помните, у нас есть сейф за картиной. Так. Вот так. Да. И, по-моему, Джерри сказал нам код предыдущей серии. Да, мы его открыли. Хорошо. А у нас здесь... Здесь ключ. Интересно, от чего. Это обычный дверной ключ голубого цвета. А, двери. То есть внутри дома. Хорошо. Так, тут у нас... Но я еще мельком вижу, вот при раскатах грома, что тут деньги лежат. Вы-то, наверное, вообще не видите. Так, давайте-ка. Высок. Она все равно не видна, видите. Представляете, вот если выключить повышение яркости, что тогда вы вообще увидите на ютюбе. Потому что ютюб, как правило, старается видео немножко сделать темнее, чем обычно. Даже не немножко, а множко, я бы сказал. Так, а у нас здесь есть какие-то документы. Так. Ну, мне здесь, к сожалению, не видно. Но попробую прочитать. Мартин Бразерс, генеральный подрядчик. Хай-стрит Ротбери, Ноут Уберленд. 11 ноября 1960 года. Мистер Джеймс Т. Блэквуд. Ну, там 31 октября 1960 года. Ну, считай, полмесяца где-то. По следующим расценкам. Так, основная стоимость. 34 тысячи, 136 фунтов. Так. Вариант 1. Уменьшение затрат на 1 тысячу. Вариант 2. Уменьшение затрат на полторы. Вариант 3. Увеличение затрат на 350. Вариант 4. Увеличение затрат на 300 фунтов. Единичная цена номер 1. Кхе-кхе, извиняюсь. 1 фунт стерлингов за кубический ярд. Блин, вот это все, конечно, в ярдах, не в метрах. Единичная цена номер 2. 12 фунтов. Стерлингов 50 пенсов. Ну, то есть, это практически как 12 рублей 50 копеек. Если на русский язык перевести. Кстати, разница какая-то большая. 1 фунт и 12 с половиной. Так, извиняюсь. Мы согласны начать работы в соответствии с указанными сроками и закончить строительство в течение разумного периода времени. Основанного на наших возможностях, получить и доставить материалы. Заказчик осведомлен, осведомлен, что строительство может продлиться от 18 до 24 месяцев. То есть, от 1,5 до 2 лет. Хорошо. Хотя, если честно, долговато. Для вышеобозначенных целей разрешается использовать банковский счёт. Так. Номер 631-9-1-0-2. Национальный банкер Ноут Уберленда. Контактный телефон 0-1-9-12-94-144. Кстати, В этой игре, если вы... Ну, не знаю, слышали вы, не слышали. Ну, в любом случае, я, наверное, всё-таки скажу. В этой игре все телефоны, которые, ну, во-первых, не связаны с Джерри и Барбарой надо набирать вручную. Поэтому давайте-ка запомним этот телефончик. Так. Номер 631-9-1-0-2. Окей. Нам это, кстати, может быть, пригодится. Немного позже. Ну, роскошная кровать. Да, не знаю. Честно говоря, мне бы было неудобно спать с кроватью, если бы вот такая ещё загогулина была сверху. Не знаю. Как по мне, но это как замкнутое пространство. Выглядит. И... И теперь... Давайте вспомним наш тревожный сон прошлой ночью и... Глядим-ка мы... Вот что. Кстати, музыка... Такая интересная. А в нашем Снег, если вы помните, здесь у нас был мрак полнейший. А вот здесь у нас была дверь за этим стеллажом. Стеллажа, кстати говоря, самого не было. Вот этих штук тоже не было. Так. Не сдвинуть. Ладно. Пока мы ничего, видимо, сделать здесь не можем. Ну да ладно. Приятно, кстати, такая музыка играет. Немножко успокаивает. Ну, если учесть, что на улице непогода, нашему герою странные сны снятся. И, мягко говоря, обстоятельства против нас. Во всех смыслах этого слова. Так. Не хочет работать, а? Блин, работал бы я, как он, наверное, бы... Выгнали бы... На первом... Этому... На первом месяце работы бы выгнали. С работы. Извиняюсь. Так. Минуточку. Все еще 9 часов утра. Ладно. Так. А что же нам надо делать? Сейф мы проверили. Не удалось открыть сейф. Так. Какой-то ключ. И так. И так, и так, и так, и так. А, знаете... Давайте-ка сходим на третий этаж для начала. Замок заела. Плохо. А если вот так? Да, конечно. Так бы оно все быстро и прошло. Так. А может быть сюда? Отлично. А, кстати, если вы помните, у нас там ключик упал. В одной из предыдущих серий. Кажется, во второй. Так. Было бы еще хоть что видно-то? А-а-а. Помогите. У меня курсор не шевелится. У-у-у. Это незаконченная комната, кажется. Ее использовали как склад для картин. Я бы не назвал это картиной. Это я бы назвал, знаете... Макетом для фильмов ужасов. Так. Молоток. Отлично. Мы взяли молоток. Прям как в нашем сне. Так. Кто бы ни был автор этих картин, он явно был слегка и оттого. Слегка. Знаете, я не очень понимаю, что здесь нарисовано. И... Дай-то Бог, чтобы я вообще не понял, что здесь нарисовано. Потому что я даже не хочу вникать в это. Вот какая-то рожа. Ну, тут по большому счету, во-первых, какие-то страшные портреты. По-русски говоря, просто страшные рожи. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь... В комнате повсюду стояли банки с краской. Несомненно, уже давно высохший. Так, у нас что тут за кукла Вуду? Вазочка. Так. Что мы взяли? Серебристый ключ, ничего необычного. Интересно, от чего? Так. Мне показалось, что это может мне как-то пригодиться, так что крышку от банки я подобрал. Так. Ага. Интересно. Девки пляшут. Ладно. Так. В комнате повсюду... Так. Это, видимо, план дома. Я понимаю. Ход дом явно. Настинная. Библиотека. Мы здесь были уже везде. Объединенный зал. Холл с телефоном. Ну, приемная. Как пишут мне в сохранении. Точнее, при сохранении игры. Так. Кухонный коридор. Тут лестница. Лестница, ведущая в подвал. Кухня, несомненно. Ну и комната должна быть там, где жила прислуга. Ванная. Для прислуги. Так. Это у нас второй этаж, да? А я думал, мы с собой просто возьмем этот план дома. Блэквуд. Мейнор. Так. А что у нас тут написано? Не могу понять, что тут написано. Какой этаж? Второй, что ли? Так. Ход в дом. Ну-ка, еще раз. Подождите. Вот так. Минуточку, минуточку. Так. Вход в дом, гостиная. Кабинет, библиотека. Ход в дом. Моя дивная комнатка. Хорошо. Узнал. Так. Главная спальня. Каннская галерея. Так. А вот этой комнатой почему-то я не помню. Странно, но я не помню, чтобы я видел эту комнату. Да я тоже, друг мой. Не видел ее. Коридор второго этажа. Ванная. Так. Коридор третьего этажа. Не законченный и заваленный мусором. Ну, это мы видели. Здравый смысл утверждает, что это та самая комната, в которой я нахожусь в данный момент. Хорошо. Все комнаты на этом этаже похожи пребывают в плачевом состоянии. А, ну, так. Ну, то есть здесь уже больше ничего интересного. Так. Давайте сверимся. А, я уверен, что на втором этаже есть еще одна потайная комната. Еще одна. Если только чертежи не врут, ума не приложу, зачем она понадобилась хозяину, но она... Но если она и вправду там, что тогда? Мне не очень понятно мотивации главного героя, если честно. Так. Лампочка. Ага. Так. Ура, я открыл дверь с другой стороны. Ну, все. Achievement Unlocked. Хорошо. Ну, это я уже прикалываюсь. На самом деле, игра-то... У меня ритейловская версия, на самом деле. Поэтому никаких Steam-овских достижений, никаких других здесь нету. А, насчет продажи игры в Steam-е, не уверен, на самом деле. Так, опять пыльные кирпичи. Так, здесь у нас ничего нету. А то как тот прутик. Не заметим. У нас что за рулом. Ух ты. У нас тут все такое гнилое, на самом деле. Вот. Неделя-другая, и все валится на голову. Опять еда для термитов. Или какие там еще насекомые едят древесину. Ну, ты бы хоть бы узнал, прежде чем говорить. Длинная веревка свисает с досок наверху. Ага. А, то есть она как рычаг использовалась. Отлично. Так. Нам предлагают подняться. Так. Веревка. Может быть нам ее срезать надо? А, получилось. Ну-ка. Бо. Да. Что за приколы, а? Почему у нас герой такой стейросовый? Почему он не может нагнуться? Чтоб пруд проглотил. Банка с масикой. Очень грязная банка. Так. Ну, это, видимо, ничего нам не дает. Банка с сухшей краской. А это что мы взяли? Обычная масленка. Масленка. Интересно. Где-нибудь она пригодится, я думаю. И так. Так. Очень грязная. Если мы попробуем вот так сделать. Чистив банку, я понял, что внутри находится масло. И в банке оказывается масло. Так. А это нам поможет? Где это прекрасно? Вот только как масло из банки добывать будем, а? Как? Будем колоть банку. А если с шилом? Ура! Мне удалось проделать дырку в банке. Хорошо. Мастер на все руки. Наполнив банку, я налил... Наклонив банку, я налил масло в лампу. Впрочем, масла оказалось совсем чуть-чуть. И так, светло. Ну ладно. Слезаем. Я надеюсь, я тут ничего не пропустил. Интересного. Так, а теперь давайте-ка, знаете, что? Сходим, во-первых, на первый этаж. Точнее, нет. Сначала сходим в нашу комнату. Вдруг у нас... Наконец-таки товарищ соизволит поработать. Потому что меня это уже начинает бесить. Второй день. Черт и чем занимаемся. А, да. Это было глупо. Зачем писателю писать книгу, согласитесь? Писатель может спасать мир, там, не знаю. Быть суперменом. Строителем. Каскадером. Чем угодно. Но писать книги нет. Это для слабаков, а не для писателей. Так, 10 часов утра. Отлично. Прогресс налицо. Че? Связь здесь просто не к черту. Думаю, следует попытаться позвонить позже. Вы прикалываетесь, да? Нам только что Джерри звонил утром. Мы только что звонили. Пытались Джерри позвонить. Была же линия в порядке, ну. Ядрёна ты кочерыжка. Так, давайте-ка, во-первых... И наведуемся в подвал. Для начала. В принципе, у нас есть ножик. Если че, там... У нас кто нападет, то отобьёмся. Я думаю. Блин, а? Я бы на такой кухне кушать бы не стал. В принципе, тут... Вся кухня блесшая. В холодильнике черти что! Владильник не рабочий. Электричество нет. Еды нет. Антисанитария. Какой кошмар, а? Так. Ну? Сейчас с ножом. Нет, я могу пораниться. Ладно. Ну? Кто тут шуршал? Выходи! Убью! Пофиг, что наш герой не Рэмбо. Всё равно убью. Так. Тут никого. Ладно. То, что никого... Так. Нам предохранители, конечно, новые. В идеале. Хотя нет, в идеале нам бы электрика. А именно для подручных средств нам нужны новые предохранители. Несколько мотков провода. И... И как минимум, инструкция, чтобы не удариться током. Ну, для... Майкла, само собой. Потому что я бы, наверное, не ударился. Я, в принципе, понимаю, что там, да как. Так. Теперь... Давайте-ка сходим. Так. Судя по чертежам, здесь... Дверь в комнату должна быть здесь. Ну-ка. Давайте-ка обои попытаемся содрать. Если я правильно всё понимаю, да? Чёрт побери, я прав. Сорвать обои только для того, чтобы обнаружить заложенную кирпичом дверь. Немыслимо. Очень интересно, что же там за этой дверью. Я должен отыскать способ проникнуть туда. Так. Теперь меня почему-то начинают спугать. Так. Дальнейшее уничтожение обоев бессмысленно. Я и так уже достаточно всего увидел. Ну да, купил разваливающийся дом викторианской эпохи. Бездолжного ремонта. И ещё и доламывает его. Вообще молодец. Так. А если молотком? При должной сноровке, то должен сработать. Этак можно целую вечность промучиться. Этак да. Если наш герой дистрофик. Что я могу сделать? Так. У меня есть в принципе одна безумная идея. Но мне надо её проверить. Во-первых. Во-вторых сюда. А, тут у нас ничего нового. Ладно. Тут у нас что-то зловещее, да, было? Может быть это что-то зловещее тут и шевелится? Может быть звук идёт не из подвала, а сверху? Вот это прикол будет. Купили дом с чупакаброй. Да я не туда хотел, но не тупи ты, управление ты такое, а? Управление ты такое управление? Что у меня уже слух нету. Так, теперь проверяем мою безумную идею. Так. Проветрим для начала. Так, а где аут? Ага. Комната должна быть где-то вот там, если ориентироваться. То есть где-то вот здесь. Привязывать верёвку к окну? Нет, это слишком опасно. Ну да, в принципе я был прав. Как-то так. Тогда давайте сделаем попроще. У нас тут трещина. Я надеюсь выдержит. Нет, слишком рискованно. Ржавая металлическая рама порвёт верёвку, если её выбросить из окна. Это металлическая рама? Ребят, да вы прикалываетесь? Это... Я не знаю. Это алюминий. Это не металл. Ну как сказать, металл... Алюминий, конечно, тоже металл, но... Вы знаете, что это за металл. Ну если вы хоть маленький, разбираетесь в химии или физике. Так. А что если... Для начала... Вот так. Давайте ещё раз. Стена уже проломлена. Да ладно, давай выломать её до конца к чертям собачим. Так, а если... Отлично. Так, давайте посмотрим. А, тут не видно. А, кстати, у нас здесь, по-моему, вид на сад, да? Кстати, по-моему, я ещё не все свои владения досмотрел. Толком. Скорее бы уже эта буря закончилась. Так. А, верёвка. Вот так вот, конечно, хрен её заметишь. Если просто не поглядывать по сторонам. Ага. Сейчас будем играть в Тарзана, да? Или я не прав? Тщательно обдумав ситуацию, я так и не смог решить, что делать. Почему эта комната так притягивает меня? И что же случилось в этом доме, коли на то пошло? У меня было огромное желание проникнуть туда. Даже если для меня придётся рискнуть жизнью. Я подумал, что забраться через окно – это единственная возможность. Ё... Проникнуть в таинственную комнату. Я решил, что сделаю это. Блях, у нас тут... Слушай, у нас дождь идёт. Мы лезем по гнилой верёвке. А... По скользкой крыше. Охренеть. Так. Только не упасть. Только не упасть. Всё. Влезай. Опа. Напрягая последней силой, я всё-таки проник внутрь таинственной комнаты. И она действительно оказалась таинственной. Эм... Какие-то странные обои. Блин. Ангел, по всей видимости, должен был охранять комнату. Но, несмотря на это, я не чувствовал себя в безопасности. Это ангел! Ребята! Знаете, это похоже на душевно больного больше, чем на ангела. Блин, ещё такая музыка. Знаете, напомнила игру, игру ещё на первый PlayStation, когда я играл. Охотник на вампиров Ди. Кстати. Всем советую. Неплохая игра. Даже там была нелинейность сюжета в некоторых моментах. Уже для первой PlayStation. В те времена было ещё ого-го. Пустая колыбель, ставшая в грязной заброшенной комнате, заставила меня загрустить. Хотя, Майкл, наверное, видимо, ни семьи, ни жены, ни детей, никого нету. Сколько тебе лет-то хоть? Так. Казалось, это жутко деревянная лошадь улыбается. Охренеть. У нас кресло, качалка. Кстати говоря, довольно удобная вещь. Приходилось мне сидеть на такой однажды. Знаете, думал, что всегда, когда первый раз перед тем, как сел, думал, упаду. Вот реально упаду. Нет. Оказывается, инженерская мысль всё-таки шагнула вперёд. И ничего со мной не случилось. Казалось, что кто-то предпринял отчаянные попытки забыть о существовании этой комнаты. Возможно, мистер Блэквуд? Детская. У нас тут детская. Самолётики. Или это птички? Если это птички, то это стрёмные птички. Так. Тут у нас всякие картины. Причём довольно-таки неплохие, на самом деле. В отличие от той же картины с руками за окном. Ну, вы видели её. Так. У нас тут какой-то товарищ. Кутузов почему-то мне напоминает Кутузова. Так. Кто такие? Овечка. Знаете, вот эта вот овечка, почему-то мне сейчас напомнила вот эта картина о библейских сказаниях. А, ну да ладно. Так. Тут у нас... Самолётик. Машинка. Ну, я так понимаю, это комната ребёнка, мальчика, как я понимаю. Интересно. Так, получается... Блэквуд убил свою жену. Ребёнка сделал сиротой, потому что Блэквуда посадили, а... Мать у него умерла, а в итоге и в детдом. Так, это у нас что такое вообще? У нас кубики. Самолётики. Кубики. Извиняюсь. Мой кашель всё-таки не соответствует атмосфере этой игры. Я бы сказал. Всяким кашлем, знаете, только играть в Command & Conure, Альянсис. Или ещё что-нибудь на подобном... На подобии. То есть... Так, ну мы, в принципе, тут всё смотрели. А, не, смотри-ка, не всё. Тут всякие пелёнки, простыни. Вот это, конечно, плохо сделано. Видите, что я не могу открыть вот этот ящик вместо вот этого. То есть мне надо обязательно выйти, и вот только так. Так, у нас тут книжка, погремушка. Всё погремушка. Документ. Биос-сертификейт. Свидетельство о рождении. Ну да. Кстати, видите. Я задался вопросом, был ли этот тот член семьи всё ещё в городе. Возможно, он смог бы пролить свет на прошлое этого дома. Мне нужно найти способ связаться с ним. Успеется. Кстати говоря, вы видите, небольшая не состыковочка. Ввиду либо локализаторов игры. Ввиду, может быть, скорее всего, да, это ошибка локализатора. Видите, здесь написано Биос-сертификейт на английском. А здесь мы уже видим переведённую российскую копию. Так, давайте вообще почитаем, что тут написано. Так, регистрационный номер 19-62-00-42-0. Дата регистрации 9 августа 1961 года. Так, то есть, получается, за год до убийства. Отлично. Годовалого ребёнка сделал сиротой. Таких бы родителей в музей, да запрещен на место. Точнее, наоборот, запрещен на место, да в музей. Так, имя ребёнка. Я бы удивился, если бы мы смогли его прочитать. Честно говоря, фамилия Блэкхуд. Отчество. Тут, наверное, отчество-то не должно было стоять. Тут, скорее, наверное, фёстнейм и секонднейм. Знаете, как у американцев. Там. Леон Скотт Геннеги, скажем. К примеру, из того же резидента Вилла 4-го. Ну, это самый простой пример. Так, дата рождения. 7 августа 1961 года. Место рождения. Кхе-кхе-кхе. Извиняюсь. Место рождения Ротбери. Пол мужской. Ну да, мальчик, я как и сказал. Дополнительной информации отсутствует. Тут подпись, видимо, главврача. Роддома. Имя матери Кэтрин. Отчество Лидия. Это, видимо, не отчество. Тут, опять же, видите. Товарищи локализаторы. Перевели на наш манер. И перевели весьма скверно. То есть. Я бы на их месте вообще вот эту строчку убрал. И написал бы просто имя Кэтрин Лидия. Написал бы потом фамилия Блэквуд. А девичья фамилия. Доурет. Доуретон, что ли. К сожалению, игра не поддерживает разрешение моего монитора. Поэтому она идёт в разрешении 1024 на 768, кажется. Поменять разрешение не удаётся. Да, кстати, если кто-то такой умный скажет, что в настройках... А у нас в файле настройки игры, который находится в корневой папке, можно поменять разрешение, то попробуйте. И вы увидите, что там будет небольшой квадратик текста, который вообще потом будет невозможно изменить. Без переустановки игры. Так вот, товарищи умники, я вас предупредил, чтобы вы не пытались самовольничать. Идти поперёк разработчиков. Так, имя отца Джеймс, второе имя Томас, фамилия Блэквуд. Профессия инженера, профессия матери почему не указывается. Странно. Регистрировал ребёнка Джеймс Т. Блэквуд, отец. То есть, получал свидетельство отец. Чемник службы регистрации... Брака, что ли? Гражданского состояния. Это слово я не могу понять, короткое. Извините, конечно, у меня не этот... Вместо глаза не микроскоп и не телескоп Хаббл. Поэтому я такие маленькие буковки читать не могу. Ещё тем более, если они так распущены, написаны. Так, я... Минуточку. Может быть мы так сможем? Это было бессмысленно. Да я б не сказал. С этой, с этой стороны, если предложить вам, скажем... Ну... Три-четыре удара ногой, Три-четыре удара вот этой лошадью, креслом и всем, что тут находится. В принципе, сделали бы своё дело, и мы бы... Выбрались из этой комнаты. Но я так понимаю, выбираться нам придётся обратным путём. Как пришли. Как там в игре Сталкер говорили. Не ходить тем же путём, каким пришёл. Ну ладно. Ай. Так. Слазили. Называется. Так, давайте закроем, во-первых. Окна, а то шаровая молния ещё прилетит. Спалит наш особняк. Именно туда и спалит, куда вы подумали. Так. Что у нас здесь есть? Я, может, и малость, поехал к крыше, однако мне всё же удалось попасть в эту секретную комнату. Малость, поехал к крыше. Друг мой, ты не малость, поехал к крыше. Ты окончательно свихнулся, потому что ты полез, чёрт-те знает куда, чёрт-те знает когда, чёрт-те знает как. Кажется, я даже не успел сообразить, что рискую собственной шкурой. Ага. Ведь один неверный шаг тогда и вряд ли бы сейчас смог бы написать. Ну да. Однако всё обошлось. Всё обошлось. А, выяснил любопытный факт. Потайная комната принадлежала сыну Блэквудов. Правда, я так и не понял, зачем понадобилось её замуровывать? Пожалуй, мне стоит попробовать отыскать этого загадочного сына. Если он только до сих пор жив, он один сможет объяснить мне, что же на самом деле здесь произошло. А знает ли он всю правду? Ему был годик на момент произошедшего. Так. Во-первых, давайте-ка спустимся. Может быть, наш дорогой товарищ всё-таки захочет поработать. А во-вторых... Да, надо бы ремонт поделать всё-таки. А во-вторых, может быть, у нас телефон заработал? Хотя, мне кажется, кабель-то... Телеграфный. Здесь уже многие годы стоит. Должен надёжно работать. Так. Я по барабаню, задумчиво по клавишам машинки. Силец сосредоточиться. Только загадка семьи Блэквудов манила меня куда сильнее работать. Ну ты дурак или сроду так, Майкл? Мне вот кажется, сейчас... Он заинтересуется этой загадкой семьи Блэквудов. Ему по заднице кто-нибудь додаст. Чё, знаете, так... Не просто даст по заднице, а вот хорошей такой плёткой. Дубиной такой. Размашистой. Так, чё за ней? Это мы без малого что, три часа что ли шарахались там? По дому. Так, связи нету. Лично. У нас, напоминаю, нету электричества. Нету воды. Нету связи. Еды тоже нету. А герой у нас работать не хочет. И у меня, маленько говоря, начинают складываться мнения о нём. Причём не самое хорошее. Хотя да, кажется, я в каком-нибудь старинном особняке, мне бы тоже захотелось осмотреться вокруг что да как. Кстати говоря, у нас же есть ключик, а куда бы его применить можно было бы? Мне кто-нибудь скажет. Так, я искал сообщение о событиях, произошедших в мае 63-го. Я проверил, происходило ли что-нибудь интересное в августе 61-го. А, то есть в 63-м году. Даже два годика было в сироте Казанской. Так, ладно. Давайте посмотрим, может быть мы что-нибудь узнаем. Опять же, издательство Джурнал. Местное. Ой, это как. Видимо, бесплатная газета. Ну да, ежедневная. 18 апреля 61-го года. Печальная новость потрясла сегодня наш любимый город. Вслед за радостным сообщением о том, что один из самых примечательных членов нашего общества, мистер Джеймс Блэквуд, опять честный эпслог, фамилия написана, готовится стать отцом, мы вынуждены констатировать жуткий поворот событий. Тум-тум-тум. Сын, которого с любовью и нетерпением ожидала семья Блэквуд, умер сразу же после рождения из-за странной болезни. Извиняюсь. Странно. Вполне понятно, что распространенная информация о случившемся была краткой. Оказалось, что миссис Кэттен Блэквуд, опять эпслог, кого-то мания величия, еще до родов жаловалась на сильные боли в животе, вероятно, признак того, что беременность протекает со осложнениями. Ну, милая моя, если у тебя сильные боли в животе при беременности, то это явный признак того, что надо было как минимум к врачу сходить, как минимум с этим надо было что-то делать. Мне, в принципе, плевать, что был 61-й год, но... Как-никак, люди и раньше справлялись с подобными ситуациями. Доктор Кристофер Милтон, присутствовавший при родах, заверил нас, что сделал все возможное, чтобы роботы прошли успешно. Опять Кристофер Милтон. Так, но все крутится вокруг этих троих. Семейные четы Блэквудов и... Кристофер Милтон. Доктор. Друг семьи. Однако тут же с опущенной головой признал, что мальчик был обречен уже с момента зачатия. Это как так? То есть это дело в матери ребенку, что ли? Какие-то отклонения у нее были? В физиологии. Причина смерти не была объявлена, однако источники, близкие к семье Блэквуд утверждают, что ребенок родился с врожденными уродствами. О как. То есть хотите сказать, что либо у нее была какая-то патология, либо она где-то облучилась еще даже до аварии на Чернобыле. Круто. Ничего не скажешь. Чтобы хоть как-то смягчить печальное известие, сообщаем, что жизнь миссис Блэквуд, к счастью, находится вне опасности. Ее муж отказался комментировать произошедшее. Мое разочарование быстро уступило место опустошенности. Что-то здесь было не так. Я начал задаваться вопросом, не было ли Джеймс Блэк вот так или иначе связан со смертью своего сына. Не знаю. Я просто посочувствовал бедняни. Все-таки как-никак, но... Ребенок... Ребенок родился и родился мертвым. Мне кажется, это... Это очень грустно, на самом деле. Я так думаю. Так. Что у нас в дневнике пишут? Честно говоря, мне как-то без разницы. Умер он уже мертвым? Точнее, родился он уже мертвым или сразу же после рождения умер? Честно говоря, мне этот факт как-то ни о чем не говорит. Так. Товарищ, ты хочешь работать? Или ты хочешь всю жизнь жить на своих лаврах от первой книжки? Единственной, судя по всему. Блин, а? С чего, придурок, а? Одну книжку написал и все. Забылся. Так. Ну давайте позвонить Джерри хотя бы попробуем. Я надеюсь, телефон все-таки уже более-менее нормально себя поведет. Так, два часа дня. Прошел час. Да. Что за приколы? Лошади. Хорошо. Хорсис. Это всегда радует. Ну да ладно, в принципе, знаете что? А давайте-ка вот на этом моменте и завершим данную серию. А в принципе, что? Узнали много нового о семье Блэквудов? Как сказать, много нового? Скорее даже не сколько нового, сколько печального. И, мягко говоря, сюжет закручивается. И мне это нравится, на самом деле. Все не так уж плохо. А, ну да ладно. В принципе, что хотел сказать, сказал. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Павел. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вам нравится это прохождение. Либо другие. Да и в принципе все. Всем большое спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok